Взгляд полный надежд на будущее. С выпускной папки 9-го Б, Курской школы номер 5, на нас смотрит будущая актриса драматического театра. Елена Цымбал признается, о школьной поре вспоминает часто, как дежурили в классе, на переменах отбивали фишки на подоконниках, но чаще всего учителей. У меня столько много преподавателей и педагогов, и учителей, и мастеров. Я сделала общий пост благодарности своим педагогам, потому что с некоторыми я общаюсь, вижусь периодически, потому что живу рядом с школой. В Воронеже, где я училась уже в академии, я с ними созваниваюсь, у меня очень много контактов и теплых отношений. Радин к доске. Известный курский художник сначала учился в 18-й, а потом в школе номер 1. Признается, учеником был задиристым, но обаятельным. Учителя математики Валентину Михайловну помнит до сих пор. Однажды я что-то как-то нахулиганил, и она встает из-за стола и идет прямо к моей партии и говорит, Радин, ваше домашнее задание. Я говорю, Валентина Михайловна, понимаете, тут вот как-то получилось, а я между переменами не успел написать. Радин, ваше домашнее задание. Ера Валентин Михайловна, она садится за стол, у нее привычка была так вот очки спускать. Радин, единица. В числе ценных экспонатов выпуск оцифрованного редкого краеведческого издания «Текущая школьная статистика» конца 19-го, начала 20-го века. Рядом портреты писателей и поэтов, связанных с педагогикой. Виталий Бианке, к примеру, преподавал биологию и астрономию. Эрих Мария Ремарк был учителем в сельской школе Джани Радари начальных классов. Шарлотта Бранте обучала английскому. А Владимира Набокова студенты называли эпатажным лектором. Дело в том, что когда он, будучи в эмиграции, преподавал в американских университетах, он был как приглашенный там лектор. И он очень так критично относился и к студентам. Его очень раздражали какие-то моменты, то, что ему не нравилось в творчестве. И поэтому у него было, скажем так, такое прозвище. Выставка продлится до 17 октября. Юлия Матвеева, Антон Латышев. События дня.